Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о крапиве, об ее корнях, об экстрате из корней крапивы и об их применении при лечении аденомы простаты, простатите и повышении потенции. В одном таком растении содержатся витамины группы В, Е и К, железо, калий, кальций, хром, медь, марганец, алюминий и молибден, аскорбиновая кислота, каротин и каротиноиды, барий и сера. По содержанию витамина С данное растение превосходит лимон и яблоко в десятки раз, а содержание растительного белка в 100 граммах продукта составляет почти 4 грамма. Благодаря витаминно-минеральному составу данное растение улучшает состояние крови, нормализует гормональный баланс и благоприятно влияет на мужскую потенцию. Корни крапивы благотворно влияют на мужской организм, оказывают противовоспалительный эффект во всем теле. Корни растения очень хорошо помогают снизить уровень экстрагена у мужчин и повысить тестостерон, а также остановить процесс увеличения простаты. При этом корни крапивы способствуют увеличению мужской силы. Применение. Одну столовую ложку корня залить стаканом холодной воды, прокипятить 15 минут на маленьком огне, настаивать 30 минут, процедить, долить кипяченой воды до исходного объема и принимать по 50 мл трижды в день за 30 минут до еды. Противопоказания. Атеросклероз. Повышенная свертываемость крови. Заболевание почек. Гипертония. Тромбофлебит. Понижение потенции – деликатная мужская проблема, к сожалению, весьма распространенная в наши дни. Причины ее многообразны, а в качестве лечения можно воспользоваться доступными каждому дачнику средствами народной медицины. Одно из лекарств растет повсеместно. Это крапива двудобная. Тем, кто столкнулся с ослаблением потенции, полезно пить чай из листьев крапивы и принимать свежий крапивный сок. Но в основном целебным сырьем в этом случае считаются семена растения, которые применяют в виде сухого порошка, водного настоя или настоя на вине. При использовании препаратов крапивы не забывайте, что они противопоказаны при повышенной свертываемости крови, тромбофлебите и варикозном расширении вен, острых заболеваниях почек. Гипертоникам желательно предварительно посоветоваться с лечащим врачом. Итак, настой семян крапивы 1 столовую ложку сухих семян крапивы двудобной залить одним стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 5-10 минут. Процедить, пить 3 раза в день за полчаса до еды по одному стакану. Порошок из семян крапивы для повышения потенции. Высушенные семена крапивы двудомной растереть в порошок, хранить в сухом месте, в хорошо укупоренной таре. Принимать один раз в день по одной чайной ложке, запивая водой. Вино с крапивой 20 грамм сухих семян крапивы двудомной залить 0,5 литра качественно красного виноградного вина. Тщательно закупорить, настаивать в темном прохладном месте в течение недели, ежедневно встряхивая. Процедить. Принимать 3 раза в день до еды по одной столовой ложке до окончания средства. Такое вино оказывает общее укрепляющее действие и применяется не только при снижении потенции у мужчин, но и при общей ослабленности организма. Отвар крапивы для лечения аденомопростаты. Взять 2 чайных ложки измельченных листьев и корневищ крапивы, залить их 400 граммами кипяченой воды, кипятить 5 минут, процедить. Отвар пить тёплым, маленькими глотками по одной чашке утром-вечером в течение 4-8 недель. Также хорошие результаты даёт экстракт корня жгучей крапивы. Экстракт корня жгучей крапивы согласно традиции использовался уже во времена Цезаря, то есть 2000 лет назад. Форма выпуска 90 капсул. Состав одной порции 2 капсулы. Другие ингредиенты рисовая мука, целлюлеза, стеорат магния, растительный источник, и диоксид кремния. Не содержат пшеницу, глютен, сою, молоко, яйца, рыбу, ракообразных или ингредиенты ореха. Функциональное действие. Корень жгучей крапивы от НАВ производится в соответствии с самыми строгими стандартами, действующие в Европе, где крапиву тщательно изучают и широко используют. Применение. Принимать по 2 капсулы 1-2 раза в день. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Предупреждение. При беременности, кормлении грудью, приеме каких-либо медицинских препаратов или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед употреблением любых пищевых добавок. Перед применением любой методики лечения, указанной на этом канале, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и получите от него разрешение на использование. А если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И если у вас появились вопросы или вы хотите высказать свое мнение, пожалуйста, пишите обо всем в комментариях. Будьте здоровы!